И начнем с нашумевшей на весь мир армянской революции. Она затягивается. Вроде бы уже и победу успели отпраздновать. Правивший Армении долгие годы Серж Шарсян ушел в отставку, но власть у его партии революционеры так и не смогли забрать. Сегодня опять сорвались переговоры между лидером протестующих и де-факто главным человеком в стране, исполняющим обязанности премьера. Почему в Армении до сих пор не смогли поделить власть? И не закончится ли это все большой кровью? Выясняла Анна Ильиных. Не видишь, что народ не любит тебя? Это надо лицо иметь. Лицо иметь, что народ не любит тебя. Уходи. Эти слова женщина на центральной улице Еревана адресовала только одному человеку. Тоже ему кричали еще сотни тысяч людей на площади республики. «Сарксян, уходи» – главный лозунг протестующих. Это спровоцировало многочисленные стычки с силовиками. И аресты. За время демонстрации было задержано почти 300 человек. Ереван лихорадит от протестов уже больше недели. Все потому, что парламент одобрил кандидатуру бывшего президента Сержа Сарксяна на пост премьер-министра. За все время протестов Сарксян так и не решился выйти к митингующим. Но их требования в итоге удовлетворил. На днях на правительственном сайте появилось сообщение. Его ключевой посыл – «Я ухожу». Я ошибся. Нынешняя ситуация имеет несколько решений. Но я не пойду ни по одному из этих путей. Это не мое. Я оставляю свой пост лидера страны – премьер-министра Армении. Казалось бы, цель народа на площади достигнута. Но тысячи людей продолжают митинговать. Это Никол Пашинян – организатор акции и главный оппозиционер. Именно его протестующие видят в роли нового премьера. Но кроме него митингующие хотят видеть и обновленный парламент. Сейчас мы протестуем против республиканской партии, которая пытается удержать власть. Провластная республиканская партия, собственно, как и сам бывший лидер Армении, Серж Сарксян, также потеряла доверие у народа. И мы будем делать все, чтобы из парламента ушла республиканская партия Армении. Пока на площади республики в Ереване продолжаются протесты. Назначен временный глава правительства. Карен Карапетян пытается перенести конфликт с улиц в высокие кабинеты. Я очень надеюсь на логическое решение политических партий, которые в рамках конституции и закона сядут за один стол и обсудят все. Если они решат, что необходимы выборы и при этом оговорят сроки, которые позволят все для этого подготовить, мы и организуем голосование. Но все же договариваться оппозиционерам и власти придется под громкий аккомпанемент площади. И переговоры могут быть сложными. Ведь депутатская провластная коалиция в парламенте развалилась. А люди обещают стоять, пока не выполнят их главные требования. Он желает свободы, но и он должен победить. И мы будем бороться до конца. Евросоюз, США и Россия сдержанно наблюдают за ситуацией в Армении. Даже не выражают своей традиционной обеспокоенности. Пока призывают все стороны к диалогу. Анна Ильиных, подробности недели, телеканал Интер. Спасибо. Продолжение следует...